МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Организации Клуб Планета Семья и Фердаос Кузнечихина, руководительница отделения Всероссийского общества инвалидов Ленинского района. С чего хотелось бы начать? Это задать первый вопрос вам обеим. Что лежит в фундаменте работы общественных организаций? Как вы думаете, это лишь идея, либо что-то большее? Самое главное, на мой взгляд, это желание делать добро. Вот если этого нет, неважно, что у тебя за плечами, ничего не получится. Если ты хочешь делать добро, дальше ты ищешь сам ответы на вопросы. Как ты это будешь делать? С кем ты это будешь делать? Но, как правило, под хорошую идею всегда находятся единомышленники. И тогда вопрос с кем, как и когда решаются уже по ходу действия. Самое главное, чтобы ты хотел, чтобы вокруг тебя были люди, которые хотят делать то же самое. Фердаос, есть ли что-то помимо идеи? Да, в принципе, я согласна вполне с Ольгой. И хочу сказать, что действительно нужно проникнуться их проблемами, вот заботы, вот именно это проблема этих людей, с кем ты, твоя целевая группа, и для кого ты это хочешь делать. Если не будет желания и не будет понимания проблем, то ничего не получится. Давайте теперь перейдем к первой общественной организации сегодня. Это Клуб Планета Семья. Общественная организация Клуб Планета Семья был создан для оказания психологической помощи молодым семьям. Особенно в период после рождения ребенка. В это время отношения между мужчиной и женщиной могут быть сломлены неожиданным кризисом. И главное в этой ситуации сохранить семью. Давайте разберем на практике. Предположим, нас сейчас смотрит семья, или вообще семья такая существует, и в которой имеются проблемы. Имеется ребенок. Вот он недавно родился. И они обращаются к вам за помощью. Какой будет алгоритм с вашей стороны помощи этой семье? Вопрос в том, какая помощь конкретно им нужна. Потому что есть ряд проблем, с которыми сталкивается молодая семья. Вариант первый. Мама не высыпается. Из-за этого плохо всей семье. Тогда мы поговорим о том, чтобы к ней был прислан специалист, который поможет ей разгрузить ее. Вариант может быть второй. У ребенка есть какие-то проблемы со здоровьем. Тогда ее проконсультирует доктор, который может это сделать. Вариант третий. Она на нервной почве из-за того, что ее предыдущий работодатель не выплачивает ей пособие, которое необходимо. И, соответственно, в зависимости от того, какая конкретно проблема происходит в этой семье, семья будет адресована к специалисту, который конкретно этим занимается. То есть либо юрист, либо психолог, либо педагог, либо кто-то еще. Как правило, это три основные специальности. Как долго вы сопровождаете семью? Вообще все по-разному бывает. Бывает разово. Поговорили даже со мной, и им не нужна помощь специалиста. Мама просто поняла, что то, что с ней происходит, это нормально, и это решаемо, и это когда-нибудь закончится. Иногда этого достаточно, вот знаете, в процентах 80 случаев. Иногда с семьями мы работаем годами. А именно у вас есть какие-нибудь критерии, по которым вы определяете, увенчалась ли помощь успехом? Это звонки, поздравления с праздниками. Те, кто к нам приходят, они обычно становятся нашими друзьями, активно участвуют во всех наших мероприятиях. Ну, мы дружим, получается, да. Есть те, которые разово позвонили и забыли, а есть практически все, кто участвовал в каких-то наших мероприятиях. Мы друг друга поддерживаем регулярно, мы общаемся. То есть тут невозможно понять, что проблема одна кончилась, началась вторая. Давайте перейдем ко второй общественной организации, это Всероссийское общество инвалидов и конкретно ее отделению по Ленинскому району Ярославля. Итак, небольшое слово о том, как же происходит работа во Всероссийском обществе инвалидов. Всероссийское общество инвалидов существует уже 28 лет. Его главная цель – интеграция инвалидов в социальную среду, защита их интересов и прав. На Всероссийском областном и районном уровнях организация проводит фестивали, конкурсы и реализует проекты, которые показывают, что возможности всех людей одинаковые и безграничны. Первый же вопрос, вопрос достаточно конкретный. Какую поддержку, какую помощь получает человек, состоящий в вашей организации? Наверное, самая реальная помощь, которую мы можем оказать нашим инвалидам, это организованы для их досуг кружки, бесплатные кружки, на которые они могут приходить, общаться друг с другом. Потому что мы поняли, даже я, будучи 8 месяцев представителем нового отделения, общение – самый главный дефицит у этих людей, у инвалидов. В чем единство того общества, которое вы создаете, которое вы видите? То есть приходят к вам люди, которые хотят решить свои правовые вопросы, получить какую-то именно поддержку, именно поддержку материальную, грубо говоря, лекарства, может быть, юридические какие-то нюансы. Или это люди, которые хотят стать частью именно культурной жизни вашего общества? Ну, вы знаете, вот за эти месяцы, что я наблюдаю, часть хочет быть именно участвовать в культурной части нашего общества, в культурной программе, в фестивалях. Но приходят люди, которые вступают в общество с какой-то конкретной проблемой. Например, вот на моей практике пришли люди, ступили, они ищут работу. Очень сложно с работой, как бы, да. И мы в таких случаях что делаем? Вот я взяла уже за практику. Я организовала круглые столы и пригласила именно представителей Центра занятости населения и департамент, и областной, и городской. Они были на нашем круглом столе. И эти люди конкретно, как бы, взялись нам помогать. И, в общем-то, только надежда на сотрудничество. Если будет взаимное сотрудничество с этими органами, и с другими НКОС, и с другими коллегами нашими, я думаю, можно оказать, вот такую помощь можем оказывать, которые устроить кого-то на работу, попросить, порекомендовать. Мы выпустили буклет. Выпустили буклет, презентовали его о деятельности нашей организации. Потому что очень мало людей, инвалидов. У нас 7 тысяч в Ленинском районе, а членов организации всего 340 человек. Очень много народа не знает о существовании этой организации, о ее целях, о ее задачах, что она делает, для чего она существует. К этому еще вернемся. Давайте вкратце обсудим проблемные вопросы в работе организации. В частности, Ольга, вопрос к вам. Часто ли получается вывести людей на какую-то откровенность? То есть у семьи есть проблемы. Но давайте быть честными, что если проблемы есть в семье, их пытаются чаще утаить, скрыть так или иначе, просто оставить в четырех стенах. Но вот как у вас получается вывести людей на откровенную беседу, чтобы люди обозначили суть проблемы, а вы смогли им помочь? Вы знаете, у нас просто, к сожалению, пока не принято и нет такой культуры общения с психологом и специалистом. Почему-то, когда у нас болит зуб, мы бежим к специалисту, мы бегом бежим туда. А когда у нас болит душа, мы зовем подруг, спиртное и так далее. Я это называю кухонная психотерапия, которая проблему обсасывает, но не решает, скажем так. И некоторые люди, и я, действительно, и не только я, и все наши специалисты сталкивались с тем, что, когда человек, обратившись к нам, понимает, что вот тот стереотип поведения, которое он имел за спиной, за плечами, привело его вот в эту точку, в которой он сейчас находится, то есть к проблеме, значит, для того, чтобы из этой проблемы выйти и больше туда не попадать, надо что-то в себе поменять. И далеко не все этого хотят. Многие говорят, нет, не надо работать со мной, у меня ребенок проблемный, работайте с ним. Или там, у меня жена проблемная, работайте с ней. Мы стараемся дать возможность человеку принять решение и ответственность за свою жизнь и эту проблему самостоятельно. Хочет он ее решать? Прямо реально решать, а не говорить о том, что он молодец и пытается ее решить. Реально решать. Если хочет реально решить, значит, нужно ее решать. Решаем, помогаем, да. А если нет, дальше нет. Отлично. Фердаус, теперь к вам вопрос такой же, да? Вы уже сказали, что у инвалидов в области несколько тысяч человек. В организации вашей состоят меньшее количество людей. Как заставить людей также пойти на откровенность? Просто сказать им, что можно жить полной жизнью, выйти из квартиры и стать частью какой-то культуры? Вот на примере я скажу. Нам было предложено, нашему отделению, значит, предложили поучаствовать в онлайн-игре «Что, где, когда». Это приорганизовала Московская областная общественная организация, тоже инвалидов. И областная нам предложила. Я, конечно, в таблице там вызвалась. Я люблю все новенькое. Но для этого нужно возрастное ограничение. Поскольку человек новый, никого почти еще не знаю, я давай, значит, искать. Так, список взяла по возрасту и просто села вечером и поехала по домам знакомиться с этими инвалидами. Оказалось, что у нас очень много ребят, которые члены нашего общества, которых я даже еще никогда не знала, не слышала. Молодые ребята, но все колясочники, вы знаете, и они в интернете. Они очень умные. Я их всех им предложила. И, знаете, они с удовольствием согласились на эту онлайн-игру. Важно заразить идеи, да? Заразить идеи и обратить на них внимание. Проявить интерес к их жизни, к их судьбе, понимаете? И выяснить у них, что они хотят. Не что мы хотим, а что хотят они, кроме финансового поддержания и что-то другое. Вот понятно. И главное, они поняли, что они кому-то нужны. Что не забыли. Они не только числятся на бумаге, а реально ими заинтересовались. Давайте теперь под конец вкратце задам вам такой вопрос. Что необходимо, какие условия необходимы, чтобы общественные организации, ваши в частности, двигались вперед? Вот какие это условия? Наверное, желание. Желание двигаться вперед. Прежде всего, руководителя, членов организации. Когда ты постоянно общаешься с членами организации, когда ты видишь, что твоя помощь, услуга, твоя работа нужна, вопрос о том, стоит ли идти дальше, не встает вообще, по-моему. Наоборот, рождаются все новые-новые возможности и новые-новые проекты. Поэтому здесь главное действительно видеть обратную связь, понимать, что ты нужен. И это согревает, это согревает лучше любых денег, я не знаю, славы, признательности. Вот это важно. Важно понимать, что то, что ты делаешь, оно все не зря. Я могу добавить. А молодая девушка у нас есть, Надежда Шамилова, Кузьтира Кузьничихина, она инвалид детства, родилась без руки. Она всегда любила танцевать. Она очень... И вот как бы много-много танцевала, и вдруг наконец-то ее заметили, и она в преодолении, в конкурс преодоления взяла первое место в городе, и в области взяла тоже призовое место, и получила награду губернатора, в общем-то оценили. И она, для них уже стимул, она будет и дальше танцевать, и дальше будет идти уже на филантроп, продвигаться, потому что их оценили, несмотря на то, что они вот в таком состоянии, как бы, да. И, наверное, поэтому это тоже очень важно, когда людей вот видят их труды, их вот достижения, и отмечают это все. Ну и, конечно, нам, для того, чтобы продвигаться вперед, я думаю, что очень хотелось бы, чтобы нас нас поддерживали. Поддерживали депутаты, вот люди, которые могут оказать какую-то помощь финансовую там, я не знаю, потому что для нас это очень важно, не лично для нас, а для организации, для того, чтобы мы могли оказать какую-то помощь отсюда уже другим людям. Что ж, желаю, чтобы у вас всегда сохранялось желание делать это общество лучше, и всегда находились люди, которые готовы вам содействовать в этом. Спасибо вам за то, что пришли. На этом наше время подошло к концу. Сегодня мы говорили с руководителями двух некоммерческих общественных организаций нашего региона. Это Ольга Иванова, руководитель организации Клуб Планета Семья, и Фердаус Кузнечихина, руководитель отделения Ленинского района Всероссийского общества инвалидов. Эфир провел Юрий Соболев. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин